Министерство труда России не разрешило сделать 31 декабря выходным днём. Предложение не работать в эту дату выдвинули представители Государственной Думы по труду и социальной политике. По проекту чиновников рабочий день 31 декабря можно было бы перенести на один день из предшествующих этой дате выходных. Как пояснили представители Минтруда, подобный перенос противоречит 110 статье Трудового кодекса РФ, согласно которой продолжительность непрерывного отдыха у работников не должна составлять менее 42 часов в неделю. Мы решили спросить у телесрителей, вы поддерживаете инициативу не работать 31 декабря? Если да, то звоните на номер 77 1101, если нет, 77 1102. Итоги голосования подведем в прямом эфире выпуска новостей в 18.30. Одну из столовых Благовещенска закрыли из-за антисанитарии на два месяца. Объект общепита расположен в центральной части областной столицы. Как выяснилось, там заразились сальмонеллезом 19 человек. Сведения об этом в региональное управление Роспотребнадзора подали врачи одного из городских медучреждений, сообщают специалисты надзорного ведомства. В ходе эпидемиологического расследования выявлены грубые нарушения. В частности, не соблюдался режим мытья посуды, условия хранения пищевых продуктов, были обнаружены бактерии, группы кишечной палочки, в отобранных пробах салатов зафиксирована сальмонелла. Это далеко не весь список нарушений, которые были обнаружены в общественной столовой. В настоящее время ее деятельность на 60 суток остановил Благовещенский городской суд. Василий Орлов подвел итоги рабочего визита членов правительства России в Амурскую область. Так, губернатор региона отметил, что принимать федеральную делегацию во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным была большая честь. Те решения, которые приняли в рамках двух рабочих дней 17 и 18 августа, будут иметь хороший социальный эффект. Сформулирован ряд поручений, которые касаются модернизации Благовещенского государственного ПЕТ-университета, международного пункта пропуска в аэропорту областной столицы, строительство новой школы в Чигирях на 528 мест и многое другое. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова